Триумфально в Европе выступила и еще одна наша команда. Енисеюшка стала чемпионом Европы по рафтингу. Это экстремальный вид спорта, сплав на лодках по горным рекам. Теперь наша команда самая титулованная в истории российского женского рафтинга. Мы провели с Енисеюшкой один день и узнали, на что девочкам приходится идти ради побед и в чем самая большая сила команды. А в конце дня чемпионы устроили праздничное застолье в честь успешного выступления. Так у нас каждая тренировка начинается с переноски тяжестей. Лодку или рафт чемпионы Европы хранят в обычном гараже. Больше негде. До Енисея несколько сотен метров. В команде шесть человек. Екатерине Кожановой 45, она играющий тренер. Товарищей по Енисеюшке знает с детства. Валентина, ее дочь, остальные ученицы. Привлекла в рафтинг, когда преподавала физкультуру в школе. Самая младшая еще учится в 11 классе. Екатерина долгое время занималась спортивным туризмом. 12 лет назад перешла в рафтинг. Выступала на крупных европейских и мировых турнирах. Но самых больших результатов добилась с этой командой. Вместе они выступают уже шесть лет. Условия для занятий создают себе сами. Тренируются либо на Енисеи, либо на Мане. На гладкой воде. Для того, чтобы провести сборы на Бурной, в условиях близких к соревновательным, нужно выезжать в другие регионы или за рубеж. Финансы же ограничены. Команда и так покупает себе экипировку, инвентарь, оплачивает все поездки. Пока девчонки были маленькие и не имели никакого вообще достатка. То есть родители отнимали по полной программе. То есть каждая поездка обходится там. Цифры начинаются после 70-80 тысяч. Каждая поездка. А таких поездки минимум две в год. За пять лет спортсменки выиграли почти все возможные награды в рафтинге. Главное серебро чемпионата мира прошлого года и золото чемпионата Европы этого. Медалей так много, что считают их исключительно в килограммах. Я не знаю, сколько поштучно. Такое, представляете, вот это все считать надо. Она говорит, у меня, говорит, 8, у мамы 16. Мне по этому поводу всегда, знаете, такое нигде вспоминается. Петька с Василием Ивановичем в бане моются. Внуки в тазике отмачивают. Петька смотрит к себе в тазик Василию Ивановичу. К себе к Василию Ивановичу. Говорит, Василий Иванович, что-то у тебя вода грязнее. Да я и постарше тебя буду. Для занятий тренеры Екатерина и ее супруг Юрий оборудовали две базы. Вот это в 80 километрах от Красноярска. Она считается зимней. Здесь в основном работают на лыжах. Но тренировки проходят и летом. Уютные домики, баня, поле с аккуратно стриженным газоном. Почти на каждом занятии спортсменки играют в футбол. Сегодня против парней из молодежной команды. Девочкам помогает тренер Юрий Алексеевич. В этой игре девочки все же уступили, но играли на равных. Один из главных козырей Енисеюшки, признаются спортсменки, дружный коллектив. Вместе проводят почти все время. Круг общения наш ограничен только этими людьми. Поэтому не всегда удается с кем-то пообщаться за пределами этого круга. Это, конечно, тяжело, но все равно это... Семья, команда. В рафтинг вовлечены не только сами девочки, но и их близкие. Татьяна Николаевна, мама Тамары, повар. Готовит для команды уже третий год. Ездит с ними на все соревнования внутри страны. Уверена, успехом способствует семейная обстановка в команде. Вот они могут к любому подойти, спросить, что им нужно, поговорить, пожаловаться там, да. И же кто-то задолжен тоже пожалеть. После футбола и бани девочки берутся за приготовление праздничного стола. К счастью, повод есть каждый год. Правда, каждый год садятся за стол в разном составе. Российский рафтинг не сулит никаких перспектив, поэтому спортсмены заканчивают карьеру еще на пике. В конце этого сезона из команды идет Валерия Тимофеева. Она учится в военно-инженерном институте. Скоро принимать присягу, а значит, выезд за границу ей запретят. Говорит, прощается со спортом, но не с подругами. Мы все живем тут друг от друга, ну, буквально-то, минут 10 ходьбы, поэтому, я думаю, мы и так будем встречаться. По крайней мере, эти два года. А потом меня сошлют на севере, они будут приезжать ко мне в гости. За столом вспоминают страны, в которых бывали. В красках описывают битвы с главными соперницами из Британии. Говорят о том, что сделано, и о том, что еще нужно сделать. Давайте двигаться дальше, дальше чемпионат мира. Надо выиграть чемпионат мира. За вас, девочки, за мир. Чемпионат мира пройдет в октябре в Японии. Чемпионат мира пройдет в октябре в Японии.